Не зная прошлого, не построишь будущего. Пожалуй, именно эта фраза определяет задачи, которые ставили перед собой организаторы Игр Разума. Участникам Бриеринга предложили не просто освежить в памяти факты и даты, но и поделиться мнением, насколько важна роль конкретной личности или события в истории. Задание разделили на четыре тематических блока, в каждом по 25 вопросов на проверку эрудиции и смекалки. Заключительный этап – кроссворд. Самым амширным блоком действительно является патриотика, затрагиваются моменты современной истории, патриотического направления. Также затрагиваются моменты патриотических направлений именно в истории нашей страны. Например, Великая Отечественная война, Империя Российская. Еще три блока – это история противодействия коррупции, история Конституции Российской Федерации. И последний блок – на сообразительность участникам будет представлен кроссворд. В интеллектуальном поединке сразились команды из трех общественных организаций города – «Молодая гвардия», «Севастопольский комсомол» и «Молодежный парламент». На обсуждение вопроса отводилась одна минута. Сигнал готового ответа – поднятая рука. Самыми непростыми, по словам участников, оказались вопросы правоведческой направленности. Самое сложное – именно как государство регулирует этот вопрос. То есть правовое регулирование о противодействии коррупции и способах противодействия коррупции. Мы ходили с ребятами в библиотеку в имени Толстого на Ушакова. Она находится. Брали различные книжки по правоведению, по экономике. То есть как это все образуется, всякие экономические проблемы рассматривали, частные случаи. И анализировали тем самым все-таки, какие способы самые значительные. Даже взрослые люди не все разбираются в хитросплетениях российского правового поля. А тут молодые ребята. То есть одна статья перекрывает другую статью. Есть всякие подводные камни. Открывайте документы, изучайте, работайте с ними. И все у вас получится. Организаторы викторины говорят, одним конкурсом не ограничатся. Возможность проверить знания студентам предоставят в канун 23 февраля. Тогда игры разума посвятят героям, которые защищали Россию и Севастополь в разные периоды времени. Анастасия Синица, Деливер Меджитов, информационный канал Севастополя.